Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я сегодня с новостями из Сент-Луиса, где проходит кубок Синкфилда по шахматам. И посмотрим с вами партию Яна Непомощева против Ани Шегири. Ян играет белым, начинает ходом Д2-Д4 и на доске довольно быстро возникает огнеупорная защита Немцовича. Белые выбирают вариант Рубинштейна, короткая рокировка и здесь достаточно острый ход А2-А3, переводящий игру в систему Земиша. Здесь белые выиграли преимущество двух слонов, но испортили свою пешечную структуру и теперь пытаются поставить на атаку против Черного Короля. Аниш играет Д6, достаточно гибкий ход с идеей, в последующем сыграет пешкой на Е5 и, возможно, пешкой на Ц5 и таким способом обездвижет белый центр. Ну и в этой позиции чаще всего белые играют слон Д3, продолжая развитие. Я в своих Блиц-партиях часто поменял план Конь Е2-Конь Ж3 с последующим продвижением пешки на Е4, однако Ян делает ход Ф2-Ф3 с той же идеей немедленно поставить пешку в центр. Аниш продолжает развитие фигур, готовит продвижение пешки на Е5 и Е3-Е4. Белые захватили центр, готовят вывести слона на поле Ж5 по диагонали. Здесь у Черных достаточно богатый выбор продолжений, самый естественный ход это ударит по центру ходом Е5, но Ян, скорее всего, готовился к такому продолжению, поэтому Аниш решает сделать не самый напрашивающийся ход в позиции, он отступает Ферзем на поле Е8. Тоже многофункциональный ход. Во-первых, мы заранее уходим от возможной связки на поле Ж5, во-вторых, готовим продвижение Е6-Е5, ну и в-третьих, Ферзь в какой-то момент, например, Конь пойдет на край доски для того, чтобы атаковать пешку на С4, ну и Ферзь в какой-то момент сможет выскочить либо на С6, либо даже на поле А4, усиливая давление на сдвоенную пешку. Ну что ж, надо сказать, что такой неожиданный ход возымел свое действие, и Ян не полностью избирает не сильнейшее продолжение, но, видимо, сильнейшим был слон Д3, просто продолжая развитие фигур с примерно равной обоюдоострой игрой. Однако Ян делает ход H2-H4, немедленно начинает захват пространства на королевском фланге и пренебрегая пока развитием. Надо сказать, что этот ход создает слабости в позиции белых, а именно поле Ж3, и черные могли бы воспользоваться этим, сыграв Конь H5, намекая на то, что поле Ж3 ослаблено, и готовая удар по центру путем F7-F5. Это продолжение обещало черным даже небольшой перевес, однако Аниш сосредоточен на том, чтобы атаковать сдвоенную пешку. Это типичный план для защиты Немцовича, поэтому он играет B6, тем, чтобы в будущем вывести слона на поле А6 и как раз прицелиться к этой пешке. Белые продолжают экспансию на королевском фланге. В принципе, здесь можно было затормозить пешку ходом А6, но это выглядит опасно, поскольку белые играют G4, и пешка на А6 может оказаться зацепкой для атаки белых пешек. Однако, на практике не так просто пробивать черные поля, например, Конь может отступить на поле А7, на ход слон Д3. Черные играют Е5 и устанавливают некую блокаду по черным полям, которую белым будет не так просто побить. Но в практике Аниш все так же сосредоточен на сдвоенной пешке, он выводит слона на поле А6. Здесь движке рекомендуют задвигать пешку как можно дальше, фиксировать таким способом пространство на королевском фланге и дальше играть Конь А6, пытаясь в будущем перевести коня либо на поле G5, либо на поле F2. Черные, конечно, будут атаковать пешку на поле C4, но в этот момент пешка может двинуться вперед. Размен слонов на F1, черные выигрывают пешку на C5, но после хода к королю F2 белые получают компенсацию за счет пространства на королевском фланге и за счет чернопольного слона, который не имеет никакого оппонента и является абсолютным властелином черных полей на доске. Ну а давайте вернемся к партии. В партии Ян избирает достаточно оригинальный и действенный план. Вместо того, чтобы закрывать позицию на королевском фланге, он хочет максимально вскрыть здесь игру и начать атаку против черного короля. Делает ход ладья А2, готовя переброску ладьи по второму ряду. Обратите внимание, что все белые фигуры до сих пор расположены на начальных клетках. Аниш продолжает свой план и уже оказывает серьезное давление на пешку C4, но Яна это нисколько не смущает. G2, G4. Белые пешки отправляются в атаку. Аниш еще нападает на пешку C4 ферзем и ладья по второму ряду перебрасывается на королевский фланг, где в прямой наводке бьет на черного короля. Наконец-то Аниш забирает ту самую сдвоенную пешку, но белых это не смущает. Взятие на C4, взятие ферзем и Ян просто защищает пешку на C3 конем. Черный заранее отступает от возможного нападения пешки. Пешка все равно идет на поле G5 и вот это важнейшая позиция в партии. Здесь на самом деле небольшой перевес на стороне черных, но для этого надо было понять, что очень силен ход конь B3. Угрожая разменять коня на слона, слон должен наступать из-под боя и потом ладья идет на E8 и дальше черные хотят провести контрудар по центру ходом F7, F5. Оказывается, что белые фигуры расположены на линии E, достаточно неустойчиво расположены и контрудар по центру может оказаться достаточно действенным. Но Аниш действует в рамках своей концепции, пытается закрыть позицию ходом E5 и ход оказывается достаточно сомнительный. Ян непомощь рвется в атаку. G5, G6, вскрывая позицию напротив короля. Теперь, ну, в качестве сильнейшего движок предлагает закрыть позицию ходом H6, но тут необходимо было считаться со смелой жертвой фигуры. То есть можно побить на H6 слоном и на взятие сыграть ферзь D2, желая просто подвести ферзя в атаку. Единственный ход это король G7, защищая пешку. Теперь взятие пешки шахом, взятие королем и ферзь влетает в атаку. Кажется, что король полностью раскрыт, но на самом деле он может драпать на ферзьевый фланг и здесь достаточно интересная атака. Король убегает на ферзьевый фланг, белые сдваиваются по седьмому ряду, черные защищают ферзьем коньян D7, попутно готовя возможную контратаку на белого короля. Но король просто отступает на F2, защищая пешку и оказывается, что белые могут неспешно подводить фигуры к атаке, а черные все равно не могут наладить какую-то гармонию своих фигур. Например, король C8, белые спокойно сдваиваются по открытой линии, черные подводят коня в центр и здесь предлагается размен ладей. Грозит строение тяжелых фигур по линии по седьмому ряду, поэтому размен на F7, взятие ферзьем. Наконец-то король успевает убежать на ферзьевый фланг, но это не сильно помогает. Белые вновь сдваиваются по седьмому и на ход ладья D8, защищающий коня, начинают толкать свою крайнюю пешку. Оказывается, что эта пешка очень сильна и черные спасаются здесь буквально единственными ходами. Вот еще я немножко продолжу вариант. Пешка доходит до седьмого ряда, здесь выигрывают белые ладью, но у черных появляется контраигра, связанная с атакой пешки на F3. Два коня достаточно сильны и в итоге получается позиция, где, ну, наверное, объективно черные боятся за победу. Да, у белых лишние качества, но их король ослаблен, ладья достаточно пассивна, пешки все слабы и единственная надежда это какая-то контратака черного короля с вечным шахом. Но мы достаточно далеко зашли вперед, вариант все равно кажется опасным для черных, просчитать все это за доской было невозможно, поэтому Аниш пытается создать активную контраигру. Он забирает пешкой F, вскрывая линию для ладьи, ответное взятие пешкой. Теперь уже совсем плохо ставить пешку на А6, поскольку белые жертвуют слона, потом играют в ферзь Д2, подключают ферзя к атаки и прямой наводкой выигрывают партию. Можно было, в принципе, побить вторую пешку и потом бежать королем. Эта позиция приводила к равной игре, но на самом деле здесь видно, что черные защищаются, а белые являются атакующей стороной. Аниш не хочет защищаться, поэтому он избирает продолжение, где он идет на контратаку. Взятие пешки на F3. Белые пробивают на H7 с шахом и теперь король прячется за белой пешкой в надежде, что пешка на поле H7 надежно прикроет его от возможной атаки белых ладей. Ян перестраивает тяжелые фигуры на линию G, черные защищают пешку на G7 и слон А6, вновь подставляя слона под бой и пытаясь прорваться к черному королю. Приходится забирать это животное, шаг на поле G8, забираем на H7 и белые забирают ладью в углу доски. Интересная позиция, у белых лишнее качество, они ведут атаку на черного короля, но на самом деле у черных тоже достаточно активные фигуры и здесь у них сразу несколько продолжений, которые ввели к равной игре. Например, можно было сыграть конь B3, вводя коня в игру или ферзь А2, активизируя ферзя. Или, например, ферзь C6, нападая на ладью и нападая на пешку Е4. В ладья там куда-то на C8 отойдет, потом ферзь B7. Белые сдваиваются по восьмому ряду, черные пробивают на Е4. Ну и вот в этой ситуации грозит шаг на H8, потом подключение ферзя с поля H6, но черные начинают неистово шаховать белого короля и все заканчивается повторением ходов и ничейным результатом. Они же совершают первую такую серьезную ошибку в партии. Он играет коня в 6, атакуя пешку Е4 конем, но оказывается, что этот ход позволяет белым пробить пешку на Е5 и теперь у черных нет удобного взятия конем этой пешки. Видимо, сильнейшим продолжением было бы вернуться конем на поле D7. Ну и здесь ферзь D2. В общем, белые сбрасывают пешку и начинают мощнейшую атаку на черного короля, которая вот таким способом приводит к успешному результату. Выигрывая ферзя и партию. В партии же Аниш пробивает пешку Е4. На это продолжение явно он шел издалека, но здесь смертоносная атака белого ферзя. Ферзь C1 грозит уже шаг на поле H8, потом ферзь влетает в атаку с матовым эффектом, поэтому перекрывает диагональ для ферзя Аниш, но это не помогает. Ладья бьет G5. Теперь нельзя бить ладью, потому что ферзь подключается к атаке, ну и король черных полностью раскрыт. Конь идеально прикрывает белого короля, и как-то ладья с ферзем заматуют здесь короля. Аниш пытается сыграть ферзь H4 шаг, закрываемся ладьей, ферзь H1 шаг, закрываемся ладьей и забирает ладью в углу доски, но теперь ферзь уже по белой диагонали подключается к атаке, вырывается на поле G6, и это оказывается решающим подключением. Напали на пешку, Аниш защищает ее ладьей, напали на ферзя, ферзь отступает из-под боя, вторжение ладьи на седьмой ряд, приходится забирать, взятие пешкой, черный блокирует пешку ферзем, защищая пешку на H6, но здесь шаг с ферзем, король должен отступать, и конь F4, решающее подключение коня, во многих вариантах грозит просто ход конь E6, с поимкой ферзя, и потом пешка проходит в ферзи, ну а черный конь никак не может помочь своей армии, и здесь Аниш признал свое поражение. Удивительная партия, где белые полностью понебегли развитием своего королевского фланга, начали уже с дебюта толкать пешки вперед, подключили ладью по второму ряду, и провели смертоносную атаку, которая неожиданно увенчалась успехом. Кому понравился обзор, не забывайте поставить ваш лайк и подписаться на канал, ну а с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok